В дни Великой Отечественной войны Архангельс оказался в положении прифронтового. Уже 22 июня 1941 года было объявлено военное положение. Практически ежедневно над одним кружили немецкие самолеты, подвергая город массированным бомбардировкам. В Архангельске базировалась Беломорская военная флотилия. Уже 24 июня 1941 года семь пограничных сторожевых кораблей встали на боевую вахту в пролив горло Белого моря. А 4 июля была пресечена первая атака пролива немецкой подводной лодкой. И с этого дня попытки проникновения вражеских подводных лодок в акваторию Беломорья стали регулярными. Как в Первую мировую войну город был основным портом, через который поступала помощь из Европы и Америки. Одной из ярчайших страниц в истории Архангельской области стали северные конвои. Караваны судов приходили к нам по специальному договору с союзниками Адлент-Лизе. Первый пробный конвой в количестве семи судов прибыл в Архангельск 31 августа 1941 года. В начале увлекшейся идеей Блицкрига немцы не придавали конвоям особого значения, благодаря к чему грузы к нам подвозились практически без потерь. После провала битвы за Москву немцы поняли свою ошибку. На север были переброшены крупные воинские соединения. На караваны союзников началась настоящая охота. Особенно пострадал конвой Петлю-17, вышедший из Рейкявика в конце июня 1942 года. Беззащитные сухогрузы стали легкой добычей для противника. Германское командование даже привлекло несколько съемочных групп для того, чтобы запечатлеть в памяти, как успешно расправляются с русскими варвами доблестные немецкие войска. Большинство судов, несмотря на слабое вооружение, отчаянно сопротивлялись, нанеся противнику значительный урон в живой силе и технике. Но все же силы были слишком неравны. До северных портов Советского Союза добралось лишь 11 судов. Из них 6 в Архангельск и 1 в Молотовск. В том трагическом конвое погибли более 200 моряков. Во время войны Архангельский порт стал круглогодичным. С помощью ледоколов союзные караваны сопровождались до экономии. А чтобы поскорее доставить Грузии до фронта, в начале 1942 года от главного Архангельского порта до Исакогорки, прямо по льду в Северной Двины была проложена железная дорога. Бесперебойную работу флота Северного бассейна, ремонт боевых кораблей и торговых судов призваны были обеспечить 8 судоремонтно-судостроительных заводов и верфей Архангельска, крупнейшим среди которых была Красная Кузница. Возросшее с началом войны значение Архангельского транспортного узла потеснило лесоперерабатывающий комплекс. В испускавшую, казалось бы, сугубо гражданскую продукцию. Но и в этой продукции нашлось применение в новых условиях. Лесом страна расплачивалась союзниками по кредитам, предоставленным наряду с безвозмездной помощью. Лес широко применялся при строительстве оборонительных рубежей, а с середины войны – в восстановительных работах. Все грузы проходили мимо Архангельска, которому не доставалось ничего. Город голодал. В отдельные дни норма выдачи хлеба доходила до 75 грамм. Архангелогородцы перешли на подножный корм. Объявлялся общий сбор грибов, ягод, крапивы. Организовывались промысловые экспедиции по добыче яиц и мяса морских птиц, тюленево жирой, морской капусты. Есть памятник тюленю. На памятнике надпись «О, сколько ты, народа, спас от голода и холода». Это не просто слова. В годы Великой Отечественной войны Архангельск стал вторым после Ненинграда по смертности от голода. Для того, чтобы как-то выживать, архангелогородцы организовывали экспедиции по охоте на тюленя в Белом и Баренцевых морях. Также не хватало самых простых вещей. Даже иголки вручались победителям социалистических соревнований. К бытовым трудностям добавились постоянные налеты немецко-фашистской авиации. Благодаря мужеству бойцов противовоздушной обороны и простых горожан, основные промышленные предприятия, порт и железнодорожную станцию удалось спасти. Не позволили разрушить и госпитали. В годы войны наша область стала тыловой базой Карельского фронта. На ее территории уже к концу первого года войны был образован 31 госпиталь. Северяне помогали раненым как могли, даря все самое дорогое. Особо поражает активно развернувшееся донорское движение. В годы войны на Соловецких островах основали школу ЮНГ. Школу сформировали из 14-16-летних мальчишек. На боевых кораблях остро нуждались специалистов. В память всем молодых ЮНГ, погибшим во время Второй мировой войны, был возведен бронзовый памятник Соловецким ЮНГам. Памятник представлен в виде якоря и юношей в матроске, уходящего на дно. Архангельск бы не зря выбран городом возведения подобного памятника, поскольку именно здесь проходил набор. После окончания Великой Отечественной войны ЮНГи не остались незамеченными в мирной жизни. Выпускником Соловецкой школы ЮНГ был известный советский писатель Валентин Пикуль. Его повесть «Мальчики с бантиками» как раз и посвящена этой странице биографии. За подвиги жителей в период войны, весомый вклад в развитие морского флота России, а также за освоение северных территорий, город неоднократно отмечался государственными наградами. А в 2009 году Архангельску было присвоено звание «Город воинской славы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова